Добрый вечер, дорогие друзья! Пожалуйста, плюсики в чат, если есть звук. Давайте засыпем меня плюсами, если есть звук. Отлично, отлично, вижу звук, вижу плюсы, все прекрасно. Комментарии, шли годы. У кого-то год, год, у кого-то минута. Стартуем с задержкой 1 минуту, не страшно, не критично. Во-первых, я хочу вас порадовать. У меня для вас отличная новость. Обычно, я вам всем говорю, урок будет часик, может быть чуть меньше, может быть чуть больше. И все равно у нас получается, как с вами много. То час сорок, то час двадцать. Все никак мы в час не укладываемся. Сегодня, я надеюсь, что мы уложимся в час. Может быть даже меньше, потому что третий урок, он самый-самый-самый простой. Это так, грубо говоря, подготовительный урок к большому четвертому. То есть, самое противное, да, что может из себя быть, это, конечно, пятница. Потому что в пятницу все хотят отдыхать. Я думаю, что в пятницу вообще народу почти не будет. Все будут кутить. Ну, а мы будем с вами, дорогие друзья, учиться. Ну что ж, давайте мы посмотрим домашнее задание. Наконец-то, наконец-то наших замечательных ученичков будет возможность посмотреть трансляцию экрана. Посмотреть трансляцию экрана. Итак, давайте поставим плюсы. Если есть экран. Вы должны видеть папочку DZ22. И в этой папке различные файлы. У кого-то нет экрана, у кого-то есть экран. Друзья, у кого нет экрана, не пугайтесь, не поднимайте панику. Не стоит расстраиваться. Экран через минуту, через секунду появится. И все будет прекрасно. И жилья недолго и счастливо. Итак, я дублирую вопрос. Если у вас экран. Сейчас должен экран у всех появиться. Он обычно появляется с задержкой секунд в 10-15. Это не критично, это нормально. Итак, погнали. Я не выделял чьи-то DZ особенные. Я выбрал там первую пачечку. Давайте откроем. DZ пользователя с почтой. tangro93.gmail.ru Скажите, вы есть в чате? Поставьте цифру 1, пожалуйста. Есть ли вы на данный момент в чате? Цифру 1. Задача была предельно простая. Ничего особенного. Нужно было просто немножко поработать над текстами. И первый текст. Это строительство. Советы по выбору строительного подрядчика. Комбла-бла-бла-бла. H2. H2. Контролировать протекание ремонта. Странно. Как-то красному выделены телеключи. Не совсем понятно, как выполнена домашняя работа. Едем дальше. Уход. Орхидея. Фаленопсис. Как правильно пересаживать здорово в Орхидею. Как сделать субстрак Неплохо, неплохо. Здесь неплохо подобран TSH 2. Как правильно удобрять Орхидею. Как сделать субстракторы Орхидеи своими руками. То есть здесь в принципе заголовки подобраны неплохо. Ключи расставлены тоже неплохо. Мне тут написали комментарий в одном письме, что тексты надо переписывать все. Ребят, это некачественные тексты, так и задумано. Если вы решили взвестись маленьким аквариумом. Название для статьи интересное. Название для статьи действительно интересно, если вы решили взвестись маленьким аквариумом. Неплохо. Особенности содержания мини-аквариума. Как правильно ухаживать за маленьким аквариумом. Здесь что хорошо. Здесь в теге H2 используется мини-аквариум. И маленький аквариум в следующем теге H2, тем самым захватив два ключа. Более того, заголовки подобраны крайне логично. Ну что ж, аквариум и орхидеи мне нравятся, строительство не очень. И ответы на вопросы, которые были в задаче. Вопрос. Оцените данный заголовок. Недвижимость за городом. Покупай, налетай. Распродажа. Он хороший или плохой? Ну допустим, он допустим. Но лучше перефразировать. Распродажа недвижимости за городом. Фраза покупай, налетай. Распродажа может быть не очень хорошо принята поисковиками. А теперь вопрос к моим многоуважаемым аудиториям. Давайте мы поговорим о данном заголовке. Я очень люблю этот вопрос. И мне интересно ваше мнение. Давайте подумаем. Цифру 1 пусть поставят те пользователи, те дорогие ученики, которые считают, что недвижимость за городом, покупай, налетай, распродажа, хороший заголовок. И цифру 2 поставят те ученики, которые считают, что это заголовок абсолютно плохой. Цифру 3 пусть поставят те, кто считает, что он допустим. Как интересно. Я думаю, чего больше 2 или 3. Но единиц точно минимум. Друзья, он плохой. И более того, он недопустимый. Давайте мы разберемся, почему. Итак. Теперь начинается самая интересная часть нашего сегодняшнего занятия. Я открою еще один браузер. Посмотрим, что у нас из этого получится. Есть замечательный сервис, который называется wordstat.yandex.ru сервис прост. До тошноты принцип сервиса проверить, насколько популярна та или иная фраза или словосочетание. Давайте проверим вместе. Поехали. Как у нас там заголовок называется? Напомните мне старику. Недвижимость за городом. Первая часть. Мы берем ее в кавычки, чтобы проверить максимально точно. Недвижимость за городом. Частотность запроса недвижимость за городом 18 показов в месяц с учетом всех регионов. Давайте немножко затянем узел. Выберем Москву и область. 9 показов в месяц по запросу недвижимость за городом. Ну, я, конечно, могу спихнуть это на сезонность и посмотреть, насколько сезонен данный запрос. 153,743. Охренеть, блин. Да ладно, ты что, не сезонный? Не говори, диск. Ну, и фиг с тобой. Ладно. 9 показов в месяц. Давайте поменяем данный заголовок на фразу «загородная недвижимость». Ну, давай мне подскажет вам. Загородная недвижимость. Да что ты будешь делать? Ну, какой редиска. 648 показов в месяц. Ну, между 9 и 648 все-таки разница есть, согласитесь, да? То есть, первый какой-то ключ, который должен быть в нашем заголовке, мы нашли. Плюсики, пожалуйста, если понятно. Мы меняем недвижимость за городом на загородную недвижимость. Давайте проверим, а запрашивают ли наши пользователи и потенциальные клиенты запрос купить. Где моя подсказка? Вот. Что ты будешь делать? Откуда мой эпишник попал в спам-листы? 54 показа в месяц. 54 показа в месяц? Это много, да, ребят? Это много для запроса «загородная недвижимость» купить. А давайте мы «загородную недвижимость» уберем из кавычек. Посмотрим, что нам советует Яндекс. Ух ты! Сколько всего интересного! А сколько интересно комбинаций с запросом «купить»? Мы будем смотреть именно комбинации. Всего комбинаций 278, которые комбинируются со всеми этими плюсами. Давайте будем думать дальше. Итак, сейчас открою думательный элемент. «Загородная недвижимость» купить. Теперь у нас остались непонятные темы. Налетай. Раскладажем. Итак. Если мы сделаем заголовок следующий. Смотрите. Он же будет лучше. Распродажа. Проверим. Распродажа недвижимости. Спрашивает об этом? 626796. Тошнит уже от этих кодов. 5 показов. Неплохо. 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 То есть, в принципе, можно заменить распродажу на продажу. 1072. Отлично. То есть, мы можем сделать следующий заголовок. «Продажа загородной недвижимости». Тире «Успей купить» по низким ценам. Итак. Мы получаем заголовок, который собирает следующие ключевые запросы. «Продажа загородной недвижимости». «Продажа недвижимости». «Купить загородную недвижимость». «Купить недвижимость». «Купить недвижимость цены». «Загородная недвижимость». «Цены». И так далее. Видите, насколько мы же умеем, поисковики, прекрасно умеют склонять запросы. «Продажа загородной недвижимости». «Успей купить по низким ценам». Или «Купи». Можно убрать «Успей», тем самым сократив заголовок. «Купи по низким ценам». Или «Купить по низким ценам». Если хотим, в том падеже, которому нам нужно. То есть, данный заголовок хороший. А «Распродажа загородной недвижимости», «Налетая нас продлитая распродажа» — это плохой заголовок. Пожалуйста, плюсик, если понятна была вся логика построения данного заголовка. Ну, молодцы. Красавцы. Едем дальше. Объясните, почему JavaScript файлы необходимо подключать внизу страницы, перед закрывающим тегом «Body». А не хочется. JavaScript файлы могут долго грузиться и снижать скорость загрузки сайта. Что плохо как для пользователей, так и для поисковиков. Скрипты JS необходимо подключать внизу страницы, чтобы страница быстрее загружалась. Абсолютно верный ответ. Пост-загрузка JavaScript. Какую цель мы хотим добиться, обманывая поисковики? Преждевременным ответом документ «Комплит». Обоснуйте свой ответ. Это сложный ответ, мы помечем звездочкой. Пост-загрузке JavaScript необходима для улучшения производительности работы сайта, оптимизации скорости загрузки. И пользователи из поисковой системы ценят скорость загрузки сайта. Абсолютно верно. Какие элементы на сайте не подлежат оптимизации? Оптимизации подлежат файлы сущности. Нельзя оптимизировать тексты, которые содержатся в HTML-сайтах и прочих сущностях. На самом деле ответ не совсем верный. На самом деле ответ не совсем верный. Тексты мы можем оптимизировать каким образом? Добавляя в него ключи, переписывая его, сохраняя уникальность. Сущности мы можем сжимать. А что нельзя оптимизировать, тем самым ограничивая свои возможности? Как вы думаете? Можно, можно. Ребят, это то, что требует гугления. Смотрите, смотрите. Мы не можем оптимизировать абсолютно правильный ответ Андрея. Сторонний код. Мы не можем оптимизировать сторонний код. Это раз. Здесь я ставлю вам плюс. Но мы можем его стырить, вставить на свой сайт и оптимизировать. Если его можно подключить, его можно стырить. Далее. Мы не можем оптимизировать само видео. Мы можем добавлять к нему коды, теги и так далее. Но сам видеопоток оптимизировать мы не можем. Что еще мы не можем оптимизировать? Мы не можем оптимизировать сторонние PDF-файлы. Если мы будем готовить PDF-файл изначально, затачивая его под SEO, тогда мы можем оптимизировать. Если это какой-то документ важный в PDF, или получили его в PDF-фе, оптимизировать его не получится. Потому что в PDF-фе есть так называемый ключ защиты. В любом PDF-фе. Который говорит о чем? О том, что когда файл изменяется, он становится измененным. И он хуже индексируется. Лучше, конечно, авторские файлы. Музыку нельзя оптимизировать. Правильно. Как же сжать ее видео? Это не оптимизация. В принципе, сжать видео можно. Но вы можете видео заточить под какой-то ключ. А музыку вы можете заточить под какой-то ключ? То есть, может ли поисковая система распарсить то, что происходит на видео? Или то, о чем поют песни? Нельзя. Нельзя. Можно сжать. Но нельзя распарсить видео. Нельзя распарсить музыку. В 2007 году. Тимур, ну мы же не говорим, что в 2224 году, когда мы будем бороздить просторы вселенной и смело двигаться туда, куда не ступала нога человека, тогда Яндекс научится парсить музыку. Вообще бесспорно. Но я думаю, что мы сейчас будем изучать то сие, которое есть в данный момент. Хотя, если мы будем бороздить просторы вселенной, я уже не буду преподавать SEO. Я буду путешествовать к звездам. Далее. Оцени, опишите, пожалуйста, что такое 404 ошибка. Что она должна значить? Какие требования для 404 страницы есть у поисковиков? 404 это отсутствующая страница. То есть, указанного URL не существует. У нас в странице 404 должно быть указано, что такой страницы нет. На странице должна быть навигация. Он может свернуться на другую страницу. Также страница должна возвращать правильный заголовок. Абсолютно верный ответ. Окей. Следующая ДЗ. Мимо. Парам-пам-пам. Тексты понятия не имеют чьи, но давайте откроем. Давайте также посмотрим вопрос-ответ. Этот заголовок плохой. Так как недвижимость за город покупает человек... Так, стоп. Стоп. Интрига растет. Есть ли человек в чате, чью работу я смотрю? Вопрос пока в чате такой интересный. А реально освоить базу за неделю-две? То есть, вы имеете в виду базовую SEO-оптимизацию? Реально стать SEO-шником за неделю-две? Мы даем за неделю за 5 уроков азы поверхностной SEO-оптимизации. Скажем так, чтобы быть экспертом в SEO-оптимизации, стать SEO-специалистом. Серьезным, да. Но вот я провожу 3-х месячное обучение. Сейчас я понял, что 3 месяца обучаться мало. Я расширил обучение до 4-х месяцев. То есть, 4 месяца у меня обучаются специалисты по SEO-оптимизации. И за 4 месяца мы становимся экспертами. Но, блин, это 4 месяца обучения. Так, чтобы плотно сесть на основу... Наверное, месяца полтора. Такого плотных занятий и так далее. Ну, друзья, диплом можно в переходе в метро купить. Как бы вопрос заключается к тому, кто-то нужен. Ладно, хватит спамить, давайте к делу вернемся. Значит, есть в чате тот человек, который написал данные ДЗ. Оцените данный заголовок. Недвижимость за городом, покупая на летай распродажи. Ответ. Этот заголовок плохой. Так как недвижимость за городом, покупая человек выше среднего достатка, то лучше сделать акцент на выгоде от покупки этого движения. Например, закрытый коттеджный поселок ВИП-класса всего в 30 минутах от города. И у человека сразу же будет сказываться впечатление, что после покупки он будет принадлежать какому-то закрытому ВИП-сообществу. Вау. Уважаемый или уважаемая, кто делал данное домашнее задание, напишите мне потом в чат в ВК. Напишите потом в ВК, потому что это абсолютный ответ не SEO-специалиста, это ответ маркетолога. Это абсолютный ответ маркетолога. То есть ему вот, у меня есть маркетолог, я сам маркетолог, преподаю диджитал маркетинг, с большим опытом маркетинга и стажируются у меня по маркетингу тоже люди. Но вот я могу сказать, как я общаюсь с маркетологами. Подождите, давайте свое мнение в чате каждый оставить при себе, я просто расскажу, как общаюсь с маркетологом. У меня есть маркетолог, который строит взаимоотношения следующим образом, и знаете, он прав. Черт возьми, он прав. Ему начихать с высокой колокольни на все все вместе взятые. Но, но, подход к подаче материала коренной. Не совсем верный, конечно, заголовок, но человек думает в маркетинговой направляющей. Ваше направление это диджитал маркетинг, вы там очень сильно развернетесь. Неуходимо подключать... Да, мы же на SEO. Четыре юнита. Серверная стойка. Объясните, почему JavaScript необходимо подключать внизу страницы. Это дело для того, чтобы стена загрузилась, и 404-я страница... Ну, не должна стрелять ссылка на 2 страницы каталог товаров. Ну, домашнее задание делали наспех. Давайте посмотрим другие работы. Или даже давайте посмотрим Орхидеи. Мне прямо, честно говоря, интересно Орхидеи посмотреть. Орхидеи фаленопсиса с нового ухода. Как и зачем необходимо пересадить Орхидею? Отлично. И первая ошибка. Первая ошибка, которую, ребята, никогда ее не допускайте. Между тегом H1 и тегом H2 обязательно должен быть текст. Обязательно. Давайте запихнем сюда хотя бы пару абзацев. Тогда... Сгиня и чисто, да, редактировать. Тогда она будет более-менее допустима. После H1 сразу пихать H2 нельзя. Запомнили? Плюсики. Субстракт и подкормка для Орхидеи. Субстракт для Орхидеи самостоятельно приготовить также можно. Вот это вот называется переспам. Это называется переспам, потому что фраза звучит нечеловеческим языком. Если мы хотим вставить ключ, давайте вставим его как-нибудь более лаконично. Субстракт для Орхидеи самостоятельно приготовить также можно. Приготовить субстракт для Орхидеи самостоятельно можно, запятая, собрав в основном в сосновом лесу кору, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ребят, кто сказал, что ключ должен быть 100% первый без изменения слагаемости. Я говорил, запятые точки можно. Вот как будет звучать. Субстракт для Орхидеи самостоятельно приготовить также можно. Был, язык отвалился. И это гарантированно переспам, это гарантированно пессимизирует тексты. Смотрите, ведь звучит же по-другому. Самостоятельно также можно приготовить. Ну, сейчас я как-то говорил до этого. Приготовить субстракт для Орхидеи самостоятельно можно, запятая, собрав в основном лесу кору с подавленных и давно высохших деревьев. По-другому звучит немножко, да. И мы проходим. То есть, мы прошли экзамен, да, мы не напрягаем поисковую систему. Ошибка. Это ошибка. Еще одно ДЗ, и возвращаемся к урокам, потому что урок у нас короткий. Так, давайте здесь посмотрим. Покупатель, терраспродажа. Стоп-символ, неубедительный призыв к действию, который явно не подходит к тематике, плохой заголовок. А где обоснование, как бы, на что его поменять? Ну, ладно, окей. Почему? Последнее отображение страницы блокирует до тех пор, пока не будет загружено все содержимое ниже скрипта. Таким образом, если содержимого ниже скриптов нет, то их наличие замерляет. Офигеть, какой классный ответ. Респект. Сразу либо программист, понятно, либо человек, сведущий. В JS, если вы есть в чате, поставьте цифру 1. Я вам лично скажу респект. По загрузке JS, какую цель мы хотим добиться? Таким образом, мы искусственно снижаем время загрузки страниц, скоро загрузки учитывается алгоритм местного природжения. Абсолютно верный ответ. Какие не подлежат оптимизировать? И нужно все без заключения. Другое дело, что не нужно переоптимизировать. Надо уметь находить баланс между требованиями Ядекса и Гугла. Неправильный ответ. 4,4 страницы не найдено. На сайте должна быть в странице, я наглядно покажу, что искусственная страница существует. Страница должна быть общей резидентом сайта. И момента навигации, чтобы сохраниться в сайт, на самом деле, не должно быть битых ссылок. Отличный ответ. Тоже отличный ответ. Я думаю, хватит заниматься. Ну, давайте орхидеи посмотрим. Прут меня орхидеи. Уход за орхидеями. Пересадка орхидеи. Я так понимаю, это H2. Удобрение и поливка. Опять же, H1, H2 слиплись. Можно создать. Субстракт для орхидеи можно создать своими руками. Отлично. Круто. Мне нравится. Нормально. Ой. Блин. Не то закрыл. Ну, ладно. Вот чувствовал. Не надо закрывать. Закрыл. Ну, и фиг с ним. Хорош. Плюсики, если все понятно. Если все отлично. Молодцы. Посмотрели на экран. Радовались. Круто на экран смотреть, да? Интереснее, чем презентаж. Тема. Работа с текстами и технологии и методы проверки уникальности текста. Чего мы хотим? Я от вас хочу. Давайте разберемся. Слайдов будет мало. Это сразу. Вы будете много смотреть на экран. Я обещал вам экран. Вы его получите. Но урок, я опять же повторюсь, будет достаточно быстрым. Потому что, в принципе, рассказывать здесь нечего. И я думаю, что мы еще полчасика и все. Ребята, правило проверки уникальности. Уникальность не менее 97%. Правильная верстка текста. Это мы все знаем. Плюсики, что мы это знаем. Я буду часто задавать плюсики, чтобы быстрее прористывать слайды. Молодцы. А как проверить уникальность? Собственно, ручная методология и средства проверки уникальности. Мы сейчас пройдем по всем этим методам. И все будет холосо. Итак, что... Ну, нафиг. Ручная методология проверки уникальности. Сейчас мы будем с вами сжечь. Мы будем смотреть. Вернее, вы будете смотреть. А я буду рассказывать, показывать. И пояснять. Я немножко подготовлюсь. У меня сто лет не вел с этого компьютера уроки. Так. Еще раз плюсы. Есть ли экран? Есть ли экран? Тра-та-та-та-та-там. Так. Технология ручная... А, ждем-ждем. Да, я все время забыл, что 5-10 секунд и экран тупит. Экран тупит. Но зато после того, как он перестанет тупить, будет всем счастьем. Все, перестал экран тупить. Красота. Погнали. Ручная методология проверки уникальности. Технология называется «Извращенец». Я сразу говорю, это технология для упырей. Но мы должны ее знать, потому что это базис SEO. Иногда я применяю технологию для упырей, потому что... Ну, пока ты откроешь программу на визатор, пока ты проверишь. А так, на скорую руку это делается очень просто. Давайте проверим, как выглядят технологии для упырей сначала на текстах. Выделяем часть. Вставляем в Яндекс. Берем это в кавычки. И смотрим. Всего в выдаче одна страничка. Школа современных технологий. Тра-та-та. Круто. Копируем. Вставляем. Круто. Никто меня не украл. Никто не своровал мою статью. Она уникальна. Я молодец. Теперь давайте проверим. На боевом сайте, с которого постоянно воруют статьи. Настолько постоянно, что даже тошно становится. Тоже мы писали интересные статьи, как обжать кабель. Крутейшая статья. Берем любой абзац. И закидываем в Яндекс. И смотрим. Ух ты. Вот кто-то что-то там. С ума сойти. Даже шапку взяли тоже. Ай-яй-яй. Кошмар. Смотрим дальше. Вот эта технология называется. Технология просто пипец какая-то тупая. Все те же ребята. Computershelpers.ru Очень приятно, что вы использовали мою авторскую статью, которую писал я от А до Я. Я, потратив на это часа три с фотографией каждого кабеля. Вот оказывается, что мою статью используют, когда пишут про кабель. Приятно, когда она находит свое решение у наших коллег. Я торопился. Вы поторопились, что это сказали. Окей. Посмотрим, что у нас происходит с копированием текстов. Да, зачем? Не воруют. Уникально. Отлично. Так. А я нет. Она педантична. С нее сложно слезать без потери инфы. Да, etping это моя компания вторая. Соответственно, это ручной метод проверки уникальности. Представляет он из себя полнейший трэш. Почему? Потому что вот так вот сидеть, вымучивать ее, это просто слезы. Это действительно слезы. Раньше, когда велся ее джуниор, показывал на примере etping другую компанию. Они очень интересно поступили. Я сейчас эту компанию найду, если их не забанили. Если их не забанили. Вот они, вот они, вот они. Все, забанили. Забанили. Ай, красавцы. Ай, красавцы, забанили. Я расскажу про вот эту компанию конкурентов. Они что сделали? Они взяли наш сайт. Вот этот. Весь. Весь вот этот сайт. Слезали его полностью. Просто сделали копипаст этого сайта. С нашими реквизитами. С нашими контактами. Они просто все слезали. Написали здесь IT Blitz. И все. И висели так в Яндексе. Я увидел ваше сообщение, Николай. Мы не защищаем статьи. Смысла в этом нет никакого. Радо, что только в Яндекс оригинальные тексты их добавлять. Ладно, это все лирика. Ребят, давайте вернемся к курсу по SEO. Какую идет вору текст, если можно перейти абзацы. Ну, абзацы тоже делать нельзя. Мы разберемся почему. Так, вручной метод мы поняли. Он печальный. Есть несколько методов проверки уникальности посредством различных сервисов. Это может быть IText.ru. Это может быть Adwego. По-моему, так пишется. У всех этих сервисов есть некие плюшки, позволяющие посмотреть технологию проверки уникальности. Есть и текст. У Adwego тоже есть. Не помню, где она находится. Программа для скачки. Adwego Plagiatus она называется. Да, 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 да. Вот она. Кто-то любит... Я смотрю Екатерина. Екатерина, вы копирайтер, я так понимаю. Потому что, когда дело заканчивается, вопрос затрагивается текстами, я вижу ваш ник чаще всего в чате. Я так понимаю, что вы копирайтер профессиональный. Приятно видеть экспертов в нашем чате. Друзья мои, смотрите. Соответственно, если мы просто скачаем какую-либо программу и начнем ее использовать, мы будем не сильно крутыми экспертами в этой области. Почему? Почему? Потому что программу надо настраивать. Потому что программу надо настраивать. Я сейчас посмотрю в закромах родины. Где-то у меня была вот эта программулина. Вот она. Сейчас она запустится. И мы с вами посмотрим. Да, не хочу я ничего обновлять. Вот так выглядит обновленный релиз версии e-text-антиплагиат. У них раньше старенький интерфейс был. Любая программа обязательно подлежит какой-то настройке. Давайте поговорим немножко про настройку программы и про то, как она работает. Раньше, раньше, раньше e-text-антиплагиат проверял по методу шинглов. Что такое проверка шинглами? Много про это писала Википедия. Куча информации есть в интернете. Что скажу вам я? Как это работает? Мы берем текст. Как я уже рассказывал на первом уроке. Любой. И начинаем разбирать его на шингл. Что из себя представляет шингл. Опять же, мы убираем запятые. Убираем все ненужные плюшки. Плюшки. И начинаем проверять. И бьем текст на этапы. В далеком 2005-м вдоволь наигравшись. Потом копируем этот текст. Вдоволь наигравшись в веб-разработку. Веб-разработку и запустив уже два некоммерческих. Ну, примерно. Вот это шингл. И это шингл. И это шингл. Вы видите, как они смещаются. В далеком 2005-м вдоволь наигравшись. Вдоволь наигравшись в веб-разработку. В веб-разработку и запустив уже два некоммерческих. Потом уже. И запустив уже два некоммерческих проекта. Уже два некоммерческих проекта для института. Некоммерческих проекта для института. Проекты для института и декана. Для института и декана я заработал. Для декана я заработал первый доход. Я заработал первый доход. И так далее. То есть мы смещаемся на слово или фразу одну. И начинаем проверять заново. Это называется проверка с шинглами. То есть проверили сначала вот это, потом проверили вот это, потом проверили вот это. И так вот смещаясь на несколько шагов вбок, мы доходим до конца всего текста, постоянно его проверяя. Поставьте плюсы, если это понятно. Проверка с шинглами она очень мощный инструмент. И на сегодняшний день действительно проверять уникальность с шинглами может позволить себе только две поисковые системы. Это Яндекс и Гугл. Ни Етекст, ни другие сервисы не могут позволить себе достаточно мощной вычислительной мощности для того, чтобы осуществить быстро такую проверку. Потому что там петабайты нужной информации проработать и нужно прорабатывать эту информацию через промежуточную оперативную память, потому что на хардах все долго грузится. Не суть. Короче, мощная вычислительная штука нужна. Это я все к чему? К тому, что со временем Етекст и Адвига отказались от технологии проверки с шинглами и перешли на другую проверку, которая работает значительно быстрее, не сильно уступает в точности. Давайте мы перейдем на настройки и поговорим о настройках. То есть здесь общие настройки, это основные параметры. Размер выборки в словах. То есть сколько слов будет попадать в один шингл, так называемый. Десять слов. Число выборок. Сколько проверок делается на размер одной выборки? 50 чисто. Слывок на выборку. То есть сколько конкурентов мы находим, если находим у них 3. Определение уникальности. Метод обнаружения копии, метод обнаружения рерайта. И числов. А, стоп, они что к шинглам вернулись? Ха-ха-ха-ха-ха, они вернулись к шинглам, как интересно. Порок уникальности, после которого прекратить проверку. То есть как только мы понимаем, что наша статья абсолютно не уникальна. То есть не уникальность 49, мы проверку прекращаем. Я здесь ставлю 90. Это сильно экономит мое время. Далее. Сеть. Не бла-бла-бла. Автосохранение. Бла-бла. Редактор. Бла-бла. Скачка. Бла-бла. Исключение. Вкладка исключения позволяет нам исключить свои домены. Если мы что-то проверяем. Обновление бла-бла. Другие. Значит. Антигейт. Чтобы не вводить капчу, используя антигейт. Вы можете его внимательно подсмотреть и потом попытаться скопировать. А все равно после этой трансляции обновлю. Далее. Настройки соединения. Две минуты. Интервал между смежными запросами в поисковой системе. Чтобы часто не вылезала капча, можно увеличивать интервалы. Три. Максимальное число попыток совершения запросов к поисковым системам. То есть, сколько попытки мы делаем к поисковику? Три. Тридцать. Таймаут каждой из страниц. Секунд. И пятнадцать. Максимальное количество одновременно скачиваемых страниц. Здесь настройки на самом деле без изменений. С ними надо играть и смотреть их в зависимости от того, какая, прошу прощения, влажа происходит с вашими текстами. Спасибо за курс. Я так понимаю, нас покидают. Да, окей, Екатерина. Всего наилучшего спасибо. Соответственно, давайте проверим. Давайте проверим. Проверим страницу абонентское обслуживание. Насколько она будет для нас уникальна. Мы будем проверять по URL, мы будем проверять его по адресу. Таким образом, проверка по адресу поможет нам исключить нашу страницу, исключить наш домен из проверки. У нас подгрузился домен и мы нажимаем проверить уникальность. Это проверяется уникальность, если она напрямую уже опубликована где-то на сайте. Если эта страница нигде не опубликована, то мы можем проверить уникальность выгрузив просто текст из варда в данный редактор. Здесь все предельно просто. Уникальность проверяется достаточно быстро. Ну, может быть, не очень быстро. Может быть, что-то с Капчей. О, полетело, полетело, полетело. Пример проверки уникальности. Я думаю, что все копирайтеры это уже знают. Сталкивались с этим. Так, отлично. Дождемся уже до конца проверки, потому что осталось совсем чуть-чуть. 95% уникальность страницы абонентского обслуживания. Неплохо. Неплохо. Сейчас она будет сюда еще загружаться. Давайте вернемся к редактору. Можно просто проверить текст, скопировав его из варда. Таким вот простым методом. Не составит никакого труда. Также нажимаем проверить уникальность. И он пошел по второй проверке. Ну, вот, нашел он 97% по нашему адресу. Ну, потому что мы не забили адрес в исключении, не забили домен. Ну, и, соответственно, это привело к тому, что проверка прекратилась сразу, как только понял, что будет менее 50%, менее 97%. Плюсики, пожалуйста, если понятно. Если это понятно, поставьте плюсы. Это технология автоматической проверки уникальности. есть несколько нюансов, которые говорят о том, как надо верстать тексты, как SEO, насколько в SEO важно правильная верстка текстов. Давайте мы тоже об этом поговорим. Это вторая часть нашего урока. Итак, у нас есть некая страница некая страница с текстом, которую нам прислал копирайтер. Мы, как SEOшники, должны понимать, как с этим работать. Погнали. в начале всю эту катавасию я разбираю на определенные части. То есть, я беру, закидываю все это в обычный редактор, и дальше начинается первый этап чистки. синтаксис HTML, чтобы все подсвечивалось. Ctrl-F нахожу найти два двойных пробела и заменить их на один пробел. Все, почистили. Почему? Сделаю так, чтобы проще. Потом нажимаю Ctrl-F, Shift-Tab, чтобы прибить к левому краю. Ну и поехали. История одного SEOшника. Что это у нас? TechH1. Отлично. Прекрасно. Далее, как это быть SEO-специалистом? Я разбиваю на абзацы теги P аккуратненько, спокойненько все это чищу. То есть, сначала я обозначаю общую верстку. Я обозначаю общую верстку. Здесь ничего сложного нет. Боже, как давно я это делал елки-палки. Размечаю общую структуру. Я не использую Viewslic Redactor. Я старый Perdon, прошу прощения. Я люблю делать все руками. Здесь у нас табличка, мы ее сейчас выкинем. Она долго верстается. И часть текста тоже выкинем с целью экономии нашего времени. И теперь, следующий момент. Что мы должны делать? У нас есть такой элемент, как список. Он у нас в статье подразумевается. вот они. Вот они. Ключи. Здесь они табличка. Мы просто с целью экономии времени сделаем списком. Далее. Вот они. И дальше начинается список. Это не маркированный список. Не нумерованный, вернее, Unmarkered. И погнали. Я размечаю его обязательно списком. На что ты будешь делать? старостная радость. Финализировала точкой запятой. Потому что по-русскому это будет правильно сделать. Так, не оставляя его без никакого. И все. У меня уже на самом деле есть сверстный текст полностью. С табличками и так далее. Весь красивый, такой, потрясающий и замечательный. Даже вот это отсюда убрать. оп. Ну, чтобы я перед вами не сидел и, как правильно подметили, не превратился из меда в сахар. отлично. Вот. Готовая сверстанная страница. это редактор Notepad++. Мы ее отверстали. После того, как мы полностью отверстали страницу, полностью отверстали страницу, у нас начинается этап, ребята, мы еще даже не оптимизируем страницу, мы просто ее отверстали. Начинается достаточно интересный этап, который называется вбивание всего, чего и так не хватало. Картинки различные, красотульки и так далее. после того, как мы сделали всю красоту, у нас начинается еще более интересный момент. Мы начинаем вставлять ключи. То есть, опять же, здесь мы начинаем смотреть через данный редактор и начинаем думать, что можно выделить. По большому счету, для данной статьи хорошо бы выделять запрос SEO или история SEO. Где у нас еще и встречается? Нигде больше не встречается, но и фиг с ним. Давайте будем выделять SEO. Давайте будем выключать ключи SEO. По большому счету, можно выделить только SEO стронгом, но это будет ошибкой. Стронг я применил бы следующим образом. все предложение. Тем самым мы не будем пугать поисковую систему выделением жирным, а будем жирным действительно выделять важную часть. SEO 2005 уже было, материалов, специализированных курсов или ресурсов не было. Выделили логическую часть. Требования жестче, значительно интереснее. Здесь со стронгом выделяю эмоциональные значения. Плюсики, если понятно, это не ключи, это эмоциональные значения, но при этом угождаем и гуглу, и яндексу, и в тех, и в тех требованиях. то есть у нас получается все очень ровненько, хорошо и красиво. Статья эта находится в короче, вы ее увидите еще. Придет вам ссылка на эту статью. Принцип верстки поняли? То есть этапы. Сначала верстаем общую концепцию, потом на эту концепцию мы накладываем красоту, ссылки, выделение жирным, прошу прощения, картинки выделения жирным, после начинается уже перелинковочка. До перелинковки вы еще не доросли, но запомните, что перелинковка делается только тогда, когда статья уже отлежалась, когда она проиндексировалась и появилась в Яндексе. Плюсики, если понятно. То есть если вы хотите с этой статьи разместить ссылочку куда-то еще, в Яндексе поисковых систем. Но что же делать со статьей до того, как мы ее отверстали? Мы открываем браузер, получили статью, получили статью, идем, а я не помню, почему там онлайн стиль, это редактор что ли, зацепились? И идем, 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 идем сюда. А я не помню пароль. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Так, ага, вот они сайты. Нифига нет из того, что нужно, ну ладно. Предположим, зайдем сюда. Далее. Инструменты. Прошу прощения, информация о сайте, оригинальные тексты. И вот сюда вот закидываем нашу статью, прямо из варда. Все, что не надо, он уберет, не переживайте. Закинули и нажимаем отправить. Что произойдет после того, как мы это сделали? Вообще, какой принцип? Получили статью от копирайтера, вычитали, сказали, молодец, убедились, что мы молодец. После этого мы эту статью докидываем в Яндекс оригинальные тексты, спокойненько ее верстаем и размещаем в последующем на сайте. То есть, размещение Яндекс оригинальных текстов это предупредить Яндекс о скором выходе нового текста. Вы узнаете, что оригинальный текст впервые появился именно на вашем сайте. Попробуй использовать настройки поисковых алгоритмов. То есть, мы говорим, это мой текст, это мое правополномочие на этот текст, никто его не имеет права трогать. И все становится хорошо. Соответственно, понятно, да? То есть, принцип. Накатали статью, получили, закинули в Яндекс оригинальные тексты. Теперь вопрос в чат. Ребята, вы все уже эксперты. Как вы думаете, сколько по времени займет времени? Сколько по времени потребуется разница между добавлением в Яндекс оригинальные тексты и публикацией текста на сайте? Ух ты, круто, неделя, но я обычно через пару дней выкладываю. От суток до двух дней. Больше уже линий. Ну, одни сутки, один день. чтобы он просто в Яндексе проболтался, потом можно выкладывать на свой сайт. А я начал представлять, что будет, если кто-то сразу стырит. Даже обидно как-то. Так старался. Итак, подготовка текста. Это отсутствие онлайн-стиля, минимальная вложенность, схематическая структура, отсутствие джейлс, отсутствие запрещенных тегов. Разметка. Оформляем абзацы, размечаем блоки, размечаем ключи, указываем ссылки атрибута, тестируем. Дальше. Что делать со сверстанным текстом? Загружаем текст без верстки в Яндекс оригинальные тексты, готовим title, description, keywords, вставляем текст в сайт, готовим URL, проверяем орфографию через Яндекс Spellcheck. Яндекс очень не любит ошибки орфографические. Плюсы есть, понятно. Яндекс Spellcheck это проверка орфографии, сами ее найдете. Все, сегодня короткий урок, никаких полутора часов вам не будет. Компенсация за прошлые уроки. Да, 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 все, 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 хватит, 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 а то вы привыкли полтора часа заниматься. Вопросы, вопросы, поехали, вопросы. Привет, спасибо за уроки, привет, пожалуйста. Хочу спросить, а сколько на эти курсы смогут помочь, насколько эти курсы смогут помочь в поисках работы, в зависимости от того, как вы грамотно составите резюме. Прокомментируйте, пожалуйста, новость в контексте того, что вы говорили о странице 404 в прошлом уроке. Google не сканирует содержимое 404 страниц. Абсолютно верно не сканирует, но он находит на них меню и все хорошо. Там должно быть меню и навигация. Чтобы, чтобы быть в топе Play Market, нужно, так, секунду, друзья мои, вы же видите, я, сейчас, пролистывается, чат, невозможно. Чтобы быть в Play Market, нужно много трафика на своем проложении. Да, много трафика. Вы знаете, у меня это ощущение, что в раздат вы просто не на тот курс попали, потому что вас интересует только Play Market. Мы говорим о поисковом продвижении сайтов. Напомните, какой столбец нужно выделять жирным, если Яндекс не любит жирный ключ? Тот, в котором есть ключ или просто важный столбец? Какой столбец? Вы о чем? Ну, в общем, я думаю, что я ответил на ваш вопрос с презентацией. Ссылки с русских сайтов форумов помогают английским сайтам поднять позиции? Очень косвенно. Какую CMS выбрать для EM? Какая лучше с точки зрения SEO? Мадекс. А вы знаете SEO WordPress, чтобы такой плагин был в топе? Что? А вы знаете SEO WordPress, чтобы твой плагин был в топе? Нет, не знаю. Вопрос не совсем по теме. Что посоветуйте, накосячил и вот теперь осознал все свои ошибки. Есть ли шанс, что поисковые машины простят меня? Ёлки-палки. Прям как исповедь звучит. Я думаю, что есть. Из-под банов же мы выходим. Каким сервисом пользуетесь для продвижения ссылками? Не буду говорить. Почти не пользуюсь. Разными. Что делать, если статью текст украли? Ничего. Как посоветуйте продвигать коммерческий сайт? Точно так же, как и любой другой остальной. SEO-оптимизации. Что скажете про CMS Wordpress? Подходит для коммерческого сайта? Такой движок не описывает ли для коммерческого сайта? Мадекс. Я люблю Мадекс. Он хороший и гибкий. А нельзя ли делать ворстку в визуальном режиме? Можно. Можно ли получить эти слайды? Можно. Не игнорируйте плес интернет-магазины. Не игнорирую. Не переживайте. Они так же продвигаются, как и все остальные с некоторыми нюансами. Раньше на Яндексе можно было сразу проверить всю страничку на орфографии. Сейчас так нельзя? Нет. Сейчас только через специальный сполчек. Раньше было, теперь нет. Это правда. А как получить ваши слайды? Никак. Они будут сегодня в раздаче. Фу. Хочу к вам на 4-месячный курс. Как это сделать? Ждать и надеяться. А вы вели прошлые два занятия? Я вёл прошлые два занятия. Я веду все занятия, связанные по SEO-оптимизации. Всё. Понравился урок? Коротко и по делу. Отлично. Ну что, ребят, мальчики и девочки, прощаюсь с вами до завтра. Завтра у вас будет большой урок. Интересный. Безумно. Так что ждите. Готовьте. Сегодня у вас лайтовенький урок. Я вам дал лайтовую среду без уроков и лайтовый четверг. Так что всё будет очень хорошо. Всем пока. Прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам с её оптимизацией. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!